Я читаю и Синельникова, и Луизу Хэй, и Виталия Гиберта очень люблю. Книги по психологии ей нужны для работы с подписчиками. Сегодня их примерно 15 тысяч. Возрастная категория – 10-15 лет. Надежда Пожарова ведет видеоблог. Правда, популярность приносит не только положительные эмоции. Проплаченные вещи, моменты, распиаренная просто кукла. Так обо мне очень многие люди говорят. И всегда говорили, и очень много неприятных слухов, сплетен, и обо мне, и о моих близких людях ходят. О славе Надежда никогда не мечтала. Видеоблог придумала, чтобы помочь другим. В интернете она рассказывает, как пережить стресс и неудачи. Когда многие люди тебя знают, ты начинаешь себя ограничивать в любых фразах, в любых действиях, и ты не можешь себе многого позволить. И ты действительно становишься каким-то брендом, так можно сказать, который узнают, который продают, и у которого есть определенная репутация. Правда, стать известной Надежде помог не видеоблог, а профессия модели. Девушка не разу занимала призовые места на конкурсах красоты и снималась в рекламе. Только, по словам Нади, денег эта профессия в Саратове почти не приносит. Остаемся в шахматном порядке. А вот для Ксении Бурковской стремление сделать саратовскую молодежь спортивной оказалось еще и прибыльным. После десятилетий занятий гимнастика она решила стать чирлидером. Прошла специальные курсы в Москве, стала вести занятия на Волге. Теперь чирлидингом в нашем городе занимается несколько сотен человек. Я думаю, во-первых, нужно открыть какое-то свое дело, во-вторых, вкладывать в него всю душу и привлекать за собой людей. Тогда будет и известность, и популярность. А вот Сергей Дмитриев сейчас не просто популярен, а уже известен. Его не раз показывали не только по российскому, но и зарубежному телевидению. Прославился спасатель во время большого наводнения в Комсомольске-на-Амуре. Туда парень отправился добровольцем, строил дамбы и помогал пострадавшим. Очень, скажем так, приятно было, когда после поездки в Комсомольск-на-Амуре я попал на Первый канал, на передачу «Пусть говорят». Ребята меня прикалывали, что я теперь звезда бабушек. Сейчас Сергей работает не только спасателем, но и занимается общественной деятельностью. Собирает гуманитарную помощь для Донецка и Луганска. Устраивает в Саратове донорские акции, субботники и участвует в рядах с полицейскими. Говорит, работа со средствами массовой информации очень помогает. Молодежь видит, что время можно проводить не только за компьютером, а прославиться можно и хорошими делами. Людмила Кузнецова, Александр Кравченко, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.